Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что у вас произошло, и попробуем выработать какую-то, может быть, стратегию, рекомендацию вам по поводу того, как вам поступать. Значит, пишете вы о том, что ваш муж поддерживает связь с женщиной, которая ушел, но настойчиво пытается вернуться к вам, сняв временное жилье и никому не говорит о разводе. Ну, во-первых, здесь нужно понять для начала, чем руководствуется ваш супруг, бывший супруг. Пытаешь вернуться к вам? То есть, что он говорит вам? У него есть какие-то обоснования того, что он делает? Хочет он восстановить с вами отношения, например? Или он не хочет с вами отношения восстанавливать? Понимает ли он проблемы, которые есть у вас в ваших отношениях? Или он не понимает этих проблем? То есть, вот отношения вашего мужа к происходящему? И что им движет, значит, вот при выборе такой модели поведения? Да, модель поведения пытался вернуться к вам. Это первое. Второе. Вы говорите о том, что он поддерживает связь с бывшим. То есть, вам как бы это все, естественно, неприятно, то, что он вот делает. Это естественно. Но вы сами, вот как считаете, можно ли восстановить ваши отношения? Вы сами считаете, можно ли убрать те блоки и те препятствия, которые есть у вас на данный момент в ваших отношениях? Которые, может быть, там, привели к, собственно, разводу, к, собственно, тому, что вот он ушел от вас к другой и так далее. То есть, вот есть ли возможность для восстановления отношений, да? Это такой вот важный вопрос. Если нет, то, соответственно, вам надо бы мужа адекватно поставить в известность о том, что вот такая ситуация есть, что вот вам не хочется больше его видеть, ну и так далее, так далее. И понять, что он конкретно вам говорит, как бы отрицая вот то, что вы не хотите с ним больше в отношениях быть как раз. Потому что, на мой взгляд, здесь ситуация, ну вообще, не очень, не очень, не знаю. У вашего мужа есть, там, определенная позиция. У вашего мужа есть, как бы, определенная точка зрения на это. А какая ваша позиция? Вы сами чего хотите, хотите. Славное, вы говорите о том, как его оплатить. И если мы говорим про это, то, в первую очередь, вам нужно понять, чего муж хочет. И далее понять, что он руководствуется только своими желаниями, своими потребностями, своими эмоциями, может быть, своими мотивами. И не собирается, как бы, прислушиваться к вам в этой ситуации. Вы его не интересуете. Поэтому здесь я рекомендовал бы вам, в первую очередь, понять, что с первого раза вы своему мужу ничего донести не сможете. Просто потому, что человек не настроен к вам прислушиваться. Просто потому, что человек слушает только себя. Ну, вот, такая вот, к сожалению, здесь ситуация. Человек слушает только себе. И вам это тоже необходимо учитывать. С первого раза вам своего мужа, ну, не убедить. Ни в чем. Вот, к сожалению, с первого раза ни в чем вам вашего мужа не убедить. Только довольно-таки последовательная позиция поможет вам его отладить. Может быть, наличие мужчины у вас еще, ну, нового мужчины его оттолкнет, потому что сейчас ваш муж как бы считает, что вы от него никуда не денетесь, и он может использовать вас так, как хочет, например. Ну, он может так считать, это, в принципе, его право, но это же не так, и я надеюсь, что вы этот момент понимаете. Как, я надеюсь, вы понимаете и в тот момент, что мужчине невыгодно признавать, что он вас потерял, потому что это означает, что он чего-то сам для себя лишается, а это достаточно тяжело для принятия. То есть вам нужно думать в этом аспекте именно конкретно про себя и думать только о себе. И все. То есть не нужно здесь думать о нем, а думайте только о себе. Так что, чтобы защищать свои интересы, делайте это вежливо, последовательно, настойчиво и безразлично по отношению к нему. Что значит безразлично? Безразлично это значит, что вы один раз мужчине что-то сказали, например, сказали, что вы не хотите иметь с ним дело, и после этого уже больше с ним на эту тему, например, не заговариваются. Этого действительно делать не нужно, потому что ничего хорошего из этого не получится. Реагировать же на мужчину, то есть я имею в виду, что значит реагировать. Реагировать в том плане, что реагировать негативно тоже не следует, потому что негативная реакция здесь, это по сути обозначает, что вы к нему неравнодушны. И если вы к нему неравнодушны, то, соответственно, затем тогда к вам прислушиваться, ведь если вы к нему неравнодушны, то логично, что вы просто, например, скрываете свои к нему чувства. То есть вот это тоже нужно учитывать и понять, что во многом именно от вашей позиции по вопросам таким вот болезненным и зависит то, сможете ли вы его отвадить, как вы говорите. Ну, если будете использовать агрессию, если будете использовать метод агрессивный, то ничего как хорошего у вас, к сожалению, не получится, потому что мужчина будет думать только о том, что вы действительно к нему неравнодушны и вот так проявляете свою любовь. Ну, вот, в такие страны существа мужчины бывают, да. Что вам можно порекомендовать еще, ну, пожалуй, только более детально разобраться в вашей ситуации, потому что, на мой взгляд, ну, вообще не очень понятно, как все обстоит. То есть, почему, если мужчина, например, ушел к другой, то из-за чего он ушел к другой, что им двигало, да. Если вы не хотели, чтобы он уходил, например, к другой, то почему вы не рады тому, что он хочет к вам вернуться? То есть, если вы не желаете с ним больше в отношениях вообще быть, то почему он к вам не прислушивается, то почему он вас не слушает, что заставляет его так вот себя вести? Понимаете, то есть, определенная вот субъективная сторона данного вопроса, она важна, она интересна, она необходима для понимания. А вы ее совершенно не даете, вы ее совершенно не раскрываете, к сожалению. И отсюда помочь вам, ну, не представляется возможным, именно я имею в виду конкретно, максимально превентивно. Вот, то есть, вам нужно либо дополнить свой вопрос более подробными данными, либо обратиться за помощью приватно к психологу, которого вы выберете, и к ним работать, потому что, ну, информации, информации очень-очень мало для анализа. Для анализа очень малых форматов. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, искав ко мне, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас появится желание дополнить свой вопрос, и известите меня, пожалуйста, в личном сообщении о том, что вы собираетесь это делать. И я обязательно дополню свой ответ в соответствии с вашим дополнением. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!